В преддверии Дня народного единства в учреждениях образования проходит единый урок памяти. Он посвящен ключевой дате – 17 сентября 1939-го. Если бы не эти события, суверенной Беларуси в нынешнем виде могло и не быть. Основные темы – сохранение исторической правды, патриотическое воспитание и популяризация традиционных ценностей. Предприятия деревообрабатывающей отрасли на четверть нарастили экспорт в Китай. Современные реалии подталкивают государство к более плотной интеграции в сфере лесного хозяйства. Потоки белорусской древесины, которые раньше направлялись в Европейский союз, готовы сегодня приобретать страны Азии, Востока и Африки. На китайский рынок активно поставляются целлюлоза, пиломатериалы и фанера. В стране планируется увеличить долю безналичных расчетов. Это предусмотрено концепцией развития платежного рынка и цифровизации банковского сектора до 2025-го. Кроме того, продолжится развитие проектов по бесконтактной оплате с использованием карточек в различных сферах реальной экономики. Произойдет и трансформация инфраструктуры. Речь о платежных терминалах, банкоматах и инфокиосках. Около 3,5 миллионов извещений о налогах получили белорусы. В 2022-м плательщики делали авансовые платежи за недвижимость – половину суммы. Остаток сбора можно внести досрочно или частями, но главное, чтобы вся сумма поступила в бюджет до 15 ноября. Оплатить можно через ЕРИП, а также в отделениях банков и почтовой связи, наличными либо с использованием карт. В Беларуси планируют включить в школьную программу обучения вождению. Поможет в этом добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Сейчас за САФ и Минобразование прорабатывается эта тема – речь об учащихся 10-х и 11-х классов. Кроме того, обе стороны активно сотрудничают по вопросам патриотического воспитания.